За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 159 происшествий. Из них 12 преступлений, 4 из которых раскрыто. По 8 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, их совершивших. Привлечен к ответственности 51 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъято 2 единицы оружия и 75 боеприпасов. За неделю произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, из них 2 ДТП с причинением вреда здоровью. 1 февраля в поселке Красно-Нинецкого округа гражданин 1979 года рождения, управляя снегоходом, не справился с управлением и врезался в столб возле жилого дома по улице Тундровая. В результате чего получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение окружной больницы. 3 февраля в 6-м километре от месторождения Лобоганское Нинецкого автономного округа. В результате ДТП с участием двух автомобилей, рейсом санавиации в приемный покой Нинецкой окружной больницы доставлен гражданин 1977 года рождения, который помещен в хирургическое отделение больницы. В целях предупреждения и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения водителями при управлении снегоходами с 31 января по 5 февраля текущего года проводилось профилактическое мероприятие «Снегоход», в ходе которого выявлено 5 административных правонарушений. Кроме того, в целях пресечения грубых нарушений ПДД, невыполнения обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения Российской Федерации, водителями пассажиров перевозящего транспорта, 31 января проведено профилактическое мероприятие «Автобус-пассажир». В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 3 по 5 февраля текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушений общественного порядка не допущено. В целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 3 февраля проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверено 245 транспортных средств, выявлено 9 административных правонарушений. 4 февраля 2017 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в городе Наринмари незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети «Друг вокруг». В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД установлено, что гражданин, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиле. Во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки объемом 0,5 литров стоимостью 500 рублей и был задержан. В ходе осмотра в автомобиле сотрудниками полиции изъято 7 литров алкогольной продукции. Правонарушитель будет привлечен к административной ответственности по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, а также по статье 14.2 за незаконную продажу товаров, свободную реализацию которых запрещена или ограничена законодательством. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в Мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В минувшие выходные в дежурную часть полиции обратились трое жителей округа с заявлениями о хищении денежных средств с банковских карт. Сотрудники полиции установили, что у всех потерпевших банковская карта привязана к номеру мобильного телефона и подключена услуга «Мобильный банк», посредством которого неизвестными лицами совершено списание денежных средств. По словам одной из заявительниц, известно, что в период времени с 14.10 до 14.13 ей на мобильный телефон поступили три СМС-сообщения с текстом о списании денежных средств на неизвестную ей банковскую карту неизвестного владельца карты. Также, по словам заявительницы, известно, что никаких банковских операций женщина не производила. В результате у женщины неизвестное лицо совершило списание денежных средств на общую сумму 7979 рублей. Во втором случае, неизвестное лицо совершило списание денежных средств с банковской карты женщины в общей сумме 9579 рублей на три неизвестные ей абонентских номера. Также, по словам потерпевшей, установлено, что никаких банковских операций и денежных переводов она не производила. В третьем случае, женщина попалась на уловку мошенников по схеме взлома аккаунта социальной сети Skype. По словам потерпевшей, установлено, что 3 февраля 2017 года ей поступило сообщение от знакомого мужчины с просьбой перевести ему денежные средства в размере 7 тысяч рублей. В связи с тем, что женщина не умеет пользоваться банковскими операциями и переводить денежные средства с банковской карты, она отправила своему собеседнику все реквизиты своей банковской карты, так как общается давно, знает и доверяет своему собеседнику. Затем по его просьбе отправила пароль для подтверждения перевода, который поступил в смс-сообщении на мобильный телефон. В итоге с банковской карты потерпевшей было списано 18 тысяч рублей. Знакомый сообщил, что его аккаунт взломали неизвестные лица и то, что он не просил женщину о денежном переводе. По фактам мошеннических действий полицейские проводят проверку. Сотрудники полиции обращаются к жителям округа с просьбой проявлять внимательность и рассказать о телефонных мошенниках и способ совершения мошеннических действий своим родственникам, друзьям и знакомым. Пользователи единого портала госуслуг с 1 января 2017 года могут оплачивать федеральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины за получение государственных услуг. Предложение касается услуг, получение водительского удостоверения и постановка на учет транспортного средства, восстановление российского паспорта и оформление загранпаспорта. Совершать электронные платежи можно через сайт госуслуг либо через мобильное приложение, используя для этого банковские карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Чтобы получить скидку, необходимо подать заявление на услугу через портал госуслуг, выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины. Если все условия соблюдены, то вы получите скидку на госпошлину и платите, например, не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта. За выдачу национального водительского удостоверения не 21400 рублей. За оформление загранпаспорта не 3500 рублей, а 2450 рублей. Чемпионат по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. 1 февраля 2017 года в спортивном комплексе «Старт» по улице Меньшикова города Наринмара состоялось торжественное открытие чемпионата по мини-футболу среди коллективов физической культуры Ненецкой региональной общественной организации «Общество Динамо», посвященного Дню защитника Отечества с привлечением студентов Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского и воспитанников Наринмарского детского дома. В чемпионате принимают участие такие команды, как команда ОМВД, МЧС, Росгвардия, команда «Ветеран», воинская часть 12403, воинская часть поселка Искателей, студенты Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского и воспитанниками Наринмарского детского дома. Игроки в течение февраля текущего года будут сражаться за звание победителя чемпионата по мини-футболу и кубок Ненецкой региональной общественной организации «Динамо». Соревнования проходят в спортивном комплексе «Старт», расположенный по улице Меньшикова города Наринмара. Болельщики и все желающие могут посмотреть и поддержать участников чемпионата по мини-футболу. Расписание игр чемпионата по мини-футболу среди коллектива физической культуры Ненецкой региональной общественной организации «Общество Динамо», посвященного Дню Защитника Отечества. 8 февраля в среду в 19 часов 30 минут команда «Гвардии» играет с командой ОМВД. В 20 часов 30 минут команда «МЧС» играет с воинской частью поселка «Искателей». 11 февраля в субботу в 20 часов команда воинской части 12-403 играет со студентами Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. 16 февраля в четверг в 19 часов 30 минут команда ОМВД играет со студентами социально-гуманитарного колледжа. В 20 часов 30 минут команда «МЧС» играет с воспитанниками Наринмарского детского дома. 20 февраля в понедельник в 18 часов 30 минут состоится первый полуфинал, в 19 часов 30 минут второй полуфинал. 22 февраля в среду в 19 часов 30 минут состоится игра за третье место и в 20 часов состоится финал. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова